Авторадио Магадан, 103FM В эфире продолжение интервью с мэром города Магадана Юрием Гришаном. Началась приемка школ, детских садов. И это каждый год. Вот много ли нареканий к тем или иным консультам? Много, да. Я хочу сказать, что мы школам задолжали. Если говорить по внутренке школ, благодаря родителям, спонсорам, интерьеры неплохие. Мы отработали на пожарной сигнализации, на дымоудалениях, на туалетных комнатах. Все это в большинстве школ приведено в очень хорошее состояние. И иногда даже где-то в туалетах перебор мы посещали. Да вы что, это же гостиница, пятизвездочный отель. Мы очень серьезно поработали сейчас, у нас нет проблем с ограждением территории школ. Все территории школ. Со спортивными площадками на территории школ. Везде практически сделаны поля футбольные с травяным покрытием. Баскетбольные кольца стоят там, городки для сдачи норм ГТО. У нас плохо с окнами и с фасадами. Это то, что сегодня является большой такой вот проблемой. Крыши они всегда, но, к сожалению, мы крыши в первую очередь и должны делать, потому что мы защищаем школу от протечек, гнили, там, замыкания электропроводки и так далее. И вот в этом году, я обещал в прошлом, вот сейчас только заключают контракт, мы сделаем, ну, ну, 39-й сад, понятно, мы его полностью сдаем после ремонта. Пятый сад, там тоже будет новый фасад к началу учебного года. 14-ю школу, мы ее сделаем в том же проектном решении, без никакого вентилируемого фасада, штукатурим, красим и к 1 сентября сдаем фасад этой школы с тем, чтобы было приятно. Там тоже есть территория, в том году сделали спортивную площадку и полосу препятствий нацгвардия сделала. Все это хорошо, но с остальными школами, я позавчера был на 29-й школе, ну, стыдно мне, как мэру, ну, нет денег, но не выделяют в достаточном количестве. Фасад этой школы вместе с окнами будет стоить порядка 15 миллионов рублей. У нас на подготовку всех школ к началу года 60 миллионов, включая тяжелый объект, 39-й детский сад, куда в этом году ушло около 30 миллионов рублей. Поэтому мы как бы бедно живем, вот она, эта бедность проявляется во всем. Мы не можем сделать в том объеме дворовой территории, мы не можем, значит, детские сады отремонтировать единовременно, там все хотелось бы фасады сделать. Вот, школы, дома культуры, стыдно, сокол, уптар, пионерный, все дома культуры находятся фасадой. Внутри, опять же, я говорю, там все-таки они еще умудряются за счет платной деятельности, каких-то наших денег, но вот что касается фасадов, домов в городе Магадане, школы в частности, это большая беда. Там подкалывают меня, там некоторые пиарщики, вот вчера там была очередная информация. Фасады, это дома в городе, а я хочу сказать, что фасады домов, это ответственность жильцов многоквартирных домов через свои управляющие компании. Муниципалитет участвует только в той доле, в какой мы имеем жилье в том или ином доме, а все остальное я буду привлекать к административной ответственности управляющей компанией, и они будут с вас брать за это деньги. Поэтому, критикуя меня за фасады, вы посмотрите, что ваши дома, они 100% приватизированы. Единицы, где там есть 10%, 15% это в общежитии в основном, все дома приватизированы. Это ваша собственность, и вы обязаны по закону дома содержать в надлежащем состоянии. Да, что-то сделает фонд капитального ремонта, если он вообще что-нибудь нам когда-нибудь сделает. И я это ответственно говорю, что сегодня одна из самых главных проблем, и говорят, что там мэр ищет конфликт, я их не ищу. Я, если конфликтую, то я конфликтую сегодня в интересах жителей всего города Магадана. И этот конфликт сегодня с фондом, он имеет место быть. Почему? Потому что в 2019 году они не сделают ни одного дома, в 2018 году они сделали один по плану, в 2017-м 10, а из какого количества в 2019-м? Из 90 домов ни одного не будет сделано. Я что, не должен конфликтовать? Я хочу видеть красивый город с безопасным жильем, красивым жильем. А фонд стоит, и это их рассказы, пусть кому хотят рассказывать, что мы мало платили. Мэрия не устанавливает размер платы фонд капитального ремонта. Ее установил в 2015 году бывший губернатор, и он их сделал 8,20. Из каких соображений? Это их вопрос. Значит, хотели остальные доплачивать. Значит, доплачивайте. Но мы будем настаивать на том, чтобы фонд капитального ремонта, все свои обязательства перед жителями города Магадана, данные до 2044 года, согласно краткосрочного плана, он так называется, год 44, а план краткосрочный, не знаешь, какой будет долгосрочный. Я буду эту позицию отстаивать, где угодно. Мы пишем сейчас письма в прокуратуру, пусть изыскивают денежные средства. Учредил фонд при правительстве Магаданской области. И они имеют право отдать в этот фонд столько денег, сколько нужно для выравнивания этой межтарифной разницы. 20 рублей будет стоить, 30 рублей ремонт. Мы сегодня платим 9, вот 21 рубль, если вы такой, или утвердите 21. Тогда будет все по чесноку. Хорошо, давайте перейдем к вопросам от радиослушателей. Вопрос, который задавали очень многие, он очень актуальный, вы сами понимаете. Вовремя ли дадут горячую воду? Завтра к обеду система будет заполнена, вот, но и включат уже водогрейные агрегаты и начнут из холодной воды получать горячую воду. Нас никогда энергетики не подводили. У нас даже в этом году, когда мы вручали премию «Человек-года», мы вручили премию «Человек-года» руководителю предприятия «Тепломонтаж» господину Долбня. Это человек, который, вы его не видите и не слышите, я сказал, вот, наконец-то он вышел из траншеи. Это та организация, которая нам ремонтировала советскую. Этот громадный ремонт, о котором мы говорили. Это организация, которая делала в свое время улицу Наровчатова. Помните, она была перекопана, да? Это организация, которая в этом году делает магистраль по улице Правонабережной, от которой забит на треть города Магадана, и к началу отопительного сезона они должны вот почти 200 миллионов рублей освоить. Это та организация, которая на следующий год нам опять создаст проблемы, потому что мы должны жить в тепле. Они будут проходить от, грубо говоря, ворот МРМЗ на улице Советской через территорию МЧС, пройдет мимо рынка МАКСИ и дойдет до военкомата, где мы остановились в 2017 году с трубопроводом по-советски. То есть вот этот участок на следующий год мы должны замкнуть. В этом году мы сделаем Правонабережную и останется нам для того, чтобы обеспечить надежность теплоснабжения города, вот соединить от улицы Советской в районе ворот МРМЗ и до военкомата. Вот, сразу говорю, для нетерпеливых, благоустройство в 2020 году сделано не будет. И, кроме того, я вынужден это сказать, пусть покритикуют сейчас, что настолько жесткий график выполнения работ будет в 2020 году, что несмотря ни на какие погодные условия, ну, конечно, минус 40 мороза не будет, надеюсь, да, когда, помните, считаем 8 градусов, 5 дней, мы 1 июня должны эту часть города отключить от отопления, с тем, чтобы к 1 сентября они успели все сделать. Они за зиму должны подготовить огромное количество железобетона, завести все трубы, задвижки, все, что необходимо для того, чтобы выкопать старое все, ввести на металлолом, уложить новые лотки, проложить новые трубы и тем самым зайти спокойно в зиму. Вот эта работа нам предстоит. Еще один вопрос. Раньше в центре города на здании возле травмпункта работали электронные часы. Было очень удобно. Есть ли возможность возобновить их работу? Ну, конечно, можно. Я вам даже больше скажу. У нас есть предприниматель, компания Биосервис, Роман Станиславович Григорьев. Он выступил с инициативой, сказал, я хочу купить и хочу установить часы. Я сказал, Роман Станиславович, поможем, чем сможем. Конечно, сделает. Я знаю, что часы в отгрузке и их вернут. У нас будут часы направо, часы налево. Одни с боем, другие без боя. Вот вы слышите, тут постоянно колымскую трассу нам играет часы. Часы, ну, можно повернуть голову направо и увидеть часы стрелочные. Ну, повернете налево. Там, по-моему, температуру воздуха они еще раньше показывали. Да, так же, как на мэрии. Но они очень старые, на мэрии тоже надо бы поменять. Там уже 25 лет эти часы висят и врут всегда там. Да, поэтому... Еще один вопрос, точнее вопроса два, но задал их один человек. Первое. Когда едешь по Портуму в шоссе в сторону... Сквера Морской настораживает подпорная стена со стороны здания. Ощущение, что скоро упадет. Когда машина стоит на светофоре, они стоят близко к ней. Вот проверяли ли ее специалисты, устойчива ли она? Да, конечно, специалисты проверяли. Если вы помните, мы в 2015 или 2016 году часть стены разобрали и обрушили ее. Та часть, которая сейчас стоит, она накренена, конечно, психологически создает такую видимость угроз. На самом деле стена не упадет. Эта подпорная стена входит в проект берегоукрепления всего. И так же, как нижнюю часть от моря будут защищать, так и верхнюю часть. Там в проекте решение, проработанное тоже шпунтовым шпунтом, будут проходить и на место все поставят, уберут всю эту разрушающуюся часть. При выполнении работ, по-моему, он приходится на 2020 год, именно работа на подпорной стене. Ну и вот вторая часть вопроса от этого же человека. Гуляла по берегу и вызвала сомнения, как укрепляют берег. Пока только увидели, что у берега, имеется в виду на портовом шоссе, где обсыпалось, насыпали кучу песка и камней. Разве это может спасти берег? Вы знаете, меня поражает вообще нетерпеливость людей. Вот мы поменяли сейчас автобусную остановку на 31-м квартале. Для того, чтобы поставить новую, нужно снести старую, заасфальтировать. Но как мы снесли, посыпались. А вот мэрия убрала остановку там и так далее, и так далее. Значит, вот то, что вы сейчас видите, это подготовка технологического подъезда для специализированного оборудования, который будет забивать шпунт для берега укрепления. Это технологический подъезд. Ни в коем случае это не укрепление берега. Это насыпь, чтобы могла подойти строительная техника и работать по всей протяженности берега. Поэтому песка... Кстати говоря, потом это останется все, но останется как бы в такой емкости. И как раз вот по этой части, после того, как будет установлена шпунтовая стенка сделана, будет проходить та самая набережная. Но она будет асфальтированная, с леерным ограждением, с освещением, с беговой дорожкой и так далее. Поэтому не волнуйтесь, так это не останется. Но уже то, что сейчас сделали, я вчера там на парке «Маяк» был и подходил сюда, уже эта работа ограничивает сползание грунтов вот с той верхней части. То есть это, можно говорить, что часть все-таки берега укрепления. Ну а дальше компания «Больверк» готовится, свозит там оборудование, свозит материалы и начнет бить шпунт. Вот, кстати говоря, сегодняшняя остановка, она, по-моему, связана с тем, что Акотский Рыбот, в силу того, что у нас сегодня арестовая здесь, да, в период нереста рыбы, ну, не разрешает, я могу сказать, не приветствует даже, это неправильно будет, не разрешает вести никакие работы, связанные с ударом, потому что, вы знаете, там землетрясение на Камчатке, рыба пришла в Магадан. Землетрясение в Магадане, рыба ушла на Камчатку, но если мы будем в период нереста, значит, там, долбить, пугать, то это может создать в том числе какие-то миграционные проблемы для рыбы, там, запутается, вообще там, в Японии уйдет и нарушит наши запасы Российской Федерации. Поэтому это связано в том числе и с природоохранными и рыбоохранными мероприятиями. Еще один вопрос. Часто проходит информация, что ГИБДД совместно с мэрией проверяют автобусы на техисправность и чистоту. А проверяют ли машины с контейнерами, всегда складывается ощущение, что он вот-вот упадет. Что касается автобусов проводим, контроль и салонов, и технического, и на загазованность, значит, все это проверяется. Что касается грузовых машин, все они проходят техосмотры, они не могут выйти на улицы города, не пройдя технического осмотра. Что касается вот этого вопроса, у меня тоже, когда я был маленький, наверное, да, казалось, что на самом деле контейнер крепится специальными цангами к кузову автомобиля, и ни один водитель не выйдет с морского торгового порта, не закрепив надежно в этих цангах контейнер, и он, уверяю вас, не упадет. Такие случаи были, но тогда, когда контейнера возили все-таки не специализированным транспортом. Но за всем нужно смотреть, если вы вдруг увидели, что как-то вам показалось, что пошатывается, он там едет, то можно позвонить и по номеру 112. Я вообще всегда говорю, что главный номер, главная служба спасения, это 112. Больше можете ничего не помнить. Ни полицию, ни скорую, ни мэрию, никого. 112, говорите проблему, там сидит круглосуточная диспетчерская служба ЕДДС, и они отдиспетчеризируют этот звонок туда и тому именно, кто быстро должен отреагировать. А если вы будете говорить на китайском языке, то быстро выходят на дистанционного переводчика, который переводит на русский язык, и все равно ваша заявка, ваш звонок будет принят. Еще такой вопрос. Жители дома Попова, по улице Попова, 7, корпус 4. Вопрос, касаемый капремонта, будет ли он сделан и когда? Вы передайте мне конкретный адрес. Мы посмотрим график выполнения работ по этим домам. Напишем обязательно письмо господину Кабанову в фонд капитального ремонта, что он собирается делать, если он уже в плане 15-го, 16-го, 17-го, 18-го или 19-го годов стоит. И обязательно ответим. А если есть там наше жилье муниципальное, я уверен, что в общежитиях в этих есть, то мы обратимся в прокуратуру, как собственники жилья, муниципалитет, по даче объяснения фондам. Он нам ничего не отвечает. Вот я хочу, чтобы все понимали. Мы готовим письма в прокуратуру, чтобы нам ответили на вопросы, которые мы задаем в интересах жителей всего города. Это нонсенс, которого я еще за почти 40 лет управленческой деятельности не видел, 15 лет в мэрии. Такого я еще не видел. Чтобы, как в том анекдоте, зачем мне холодильник, если я не курю? Мы спрашиваем, сколько мы вам перечислили денег, сколько вы сделали капитального ремонта, и когда вы собираетесь сделать остальное. А нам присылают программу финансового оздоровления фонда капитального ремонта. Да мне неинтересна программа финансового оздоровления фонда капитального ремонта. Вообще неинтересна. Мне интересно, когда будут отремонтированы дома в городе Магадань. Ну и также я не буду озвучивать вопрос, потому что его вообще прислали звуковым файлом Пашандра Шимичу, просто вам передадим и там уже вы знаете. Если это 16Б, то я догадываюсь и в очередной раз отправим туда специалистов с департамента ЖКХ, чтобы сказали, что там все-таки недорешено. Два вопроса там, кровля и водоотведение. Вот с этими вопросами мы давно уже, так сказать, занимаемся, но результата, наверное, так все-таки нет. И еще один вопрос, последний на сегодня, такой немножко неожиданный для меня показался. Наша радиослушательница пишет, даже она не вопрос, она пишет как просьбу к мэру города Магадана, она пишет, что на проспекте Ленина между магазинами Луксор и Сумочка, ну вообще промежуток такой большой, она в общем-то, как я так понимаю, где магазин находится, растет ядовитое растение борщевик. Все, все мы знаем, что ядовитое, везде с ним борется, сражается, вот она переживает, что разрастется. Ну, давайте так, вы на контакте с человеком, я отправлю только комбинат зеленого хозяйства, мы вообще работаем в тесном контакте с Институтом биопроблем Севера, мы идентифицируем эти растения, что это все-таки такое, вот, и обязательно женщине ответим. Ну, а когда вы увидите там шатающихся работников КЗХ и, значит, науки, их легко узнать, подойдите и скажите, что вы все-таки считаете борщевиком этим. Ну, я приблизительно, я уже сходила посмотрела, но оно похоже, но оно маленькое, ну, я в этом не понимаю, но я думаю, что... Действительно, у нас многие насекомые появляются внезапно на территории города Магадан, в том числе и завозные, да, но вы помните, мы на танкодроме ловушки ставили, мы клеща искали там, но оказалось, что он был там с какой-то тарой случайно заведен, да. Колорадский жук никак не может прилететь, это большая польза для картофелеводов. У нас многофакторные эти все вещи, и самый большой плюс – это то, что у нас нет колорадского жука. Нам еще, знаете ли, его не хватает. Надеюсь, что и не будет, да. Спасибо большое, что... Всего доброго, хорошего настроения Магадану. Надеемся, что выходные нам никто ничем не испортит. Ну, будем надеяться, главное, как мы сами себя настроим. Да, я приглашаю всех на праздник воздуха. Я думаю, что если вы придете, то не пожалеете. Уже в пятый раз, это очень красивое зрелище, в сквере морском приглашаю 3-го числа всех. Я тоже несу туда змея. Его, кстати говоря, наши друзья из города Побратима китайского Тунхуа присылают каждый год к нашему празднику воздуха. Здорово. Ну что ж, тогда увидимся, как говорится, на выходные. Нашим радиослушателям я напомню, что в гостях был мэр города Магадана Юрий Федорович Гришан. Вы слушаете Авторадио Магадан. Не переключайтесь. Всего доброго. Авторадио Магадан. 103 ФМ.